Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Вот о чем расскажем в этом выпуске. Кому закон не писан, почему во многих барнаульских маршрутках до сих пор нет терминалов для оплаты и когда ситуация изменится? Кому дракон, а кому лось. Все о символе наступающего 2024 по славянскому календарю. Хрупкость и изящество исполнения куклы Ульгер, которые покорили весь мир, теперь и в Барнауле. Но вначале. Несколько серьезных ДТП случилось сегодня в Алтайском крае. Так, в Зональном районе, около села Луговское, столкнулись сразу три автомобиля. В социальных сетях люди писали, что на месте работали две бригады скорой помощи, в том числе реанимационная. Медицинская помощь потребовалась четырем пострадавшим. А в Рубцовске на пешеходном переходе водитель-пенсионер сбил двух пешеходов – женщину и трехлетнего мальчика. Пострадавшим помощь оказывают медики. Отметим причины, а также условия, которые привели к ДТП, поручил установить главный прокурор края Антон Герман. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры. 14-летний подросток травмировался на снегокате. Он катался с горы в районе лесопарковой зоны в Бийске. В итоге получил серьезную вещь для здоровья. Свидетель вызвал скорую помощь, она прибыла на место через 12 минут. Парня госпитализировали. Следственный комитет проводит проверку по признакам преступления по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Обстоятельства произошедшего устанавливаются. К другим темам выпуска. Многие маршрутки в Барнауле остаются без терминалов для оплаты. Хотя по закону оснастить транспорт этими устройствами пассажироперевозчики должны были еще несколько лет назад. Почему нарушения продолжаются до сих пор, а главное, когда ситуация исправится, разбирался Данил Кузнецов. Встречались с проблемой, что водители просят переводить? Встречался. Неоднократно. Практически каждый день встречаюсь с этим. Но только муниципальные можно рассчитаться по карте, которые автобусы уходят. А в этих в основном вообще нет терминала, ничего нет. Эта проблема для краевой столицы и всего региона не нова. Барнаулицы регулярно жалуются в соцсетях, что такие валидаторы для оплаты картой есть далеко не на всех маршрутах. Некоторые даже пишут жалобы в надзорные ведомства. Так, за год в налоговую службу обратилось 10 человек. Подскажите, пожалуйста, а валидатором пользуетесь на маршруте? У нас не предусмотрен. Не предусмотрен валидатор? А почему? А вот с какой целью спрашивать? Ну, просто есть же закон, который предусматривает, что валидаторы должны быть во всех автобусах. Это не ко мне вопрос. По федеральному закону терминалы должны быть в каждом транспортном средстве, на котором перевозят людей. А если просят перевезти на карту, то отказываете? Да, отказываю. Говорю, что вот терминал. Я специально для вас сделали терминал для пассажиров для удобства. А подскажите, пожалуйста, а по терминалу многие рассчитываются? Очень много. Процентов 70? Ну, не 70, ну, 50 точно. Как отмечают в налоговой, на больших автобусах, многие из которых обслуживают муниципальные маршруты, валидаторы используют активно. А вот в газельках нет. Здесь зачастую висят объявления с реквизитами для перевода денег на карту, а то и номер телефона. Выходит, до сих пор многие маршрутки в Барнауле ездят без терминалов для оплаты. При этом, по данным налоговой службы, онлайн-кассами обеспечен весь общественный транспорт города. У нас нет переводов на личный расчет. А если с банковской картой? Мы не садим таких пассажиров, все. Вы гоняете, если кто-то безналичный? Ну, мы же предлагаем услугу, получается, как сказать, за наличный расчет. А какой закон? Убери ты камеру. Не прикасайтесь, пожалуйста, к камеру. Перевозчики на камеру говорят, что и сами страдают от нечестных водителей. Ведь в таком случае деньги за проезд идут мимо кассы организации. Система безналичной оплаты, ну, переводов на телефоны водителей – это позиция водителей. Юридическим лицам это невыгодно. А пассажиры, в свою очередь, ну, наверное, с какой-то жалости к водителям, переводят им денежные средства на телефоны. В этом году налоговая провела несколько рейдов по соблюдению закона водителями общественного транспорта. Из-за отсутствия онлайн-касс барнаульским организациям выписали больше тысячи предупреждений. Ребенок поехал, у него денежных средств не оказался, или он не умеет, у него есть карточка, но он не умеет переводить по телефону. Ситуация, ситуация. Что тогда для этого необходимо сделать? А у него есть, он имеет право безналично рассчитаться. У него есть карточка, на которой есть деньги, а ему такую возможность не предоставил автоперевозчик. Это тогда как получается. Поэтому я считаю, что здесь тогда надо ставить вопрос, чтобы данные пассажиры, они проезжали до своей остановки безвозмездно. Налоговики сейчас внимательно отслеживают перевозчиков на предмет получения доходов и расходов, официальной отчетности. Если теневые оплаты за проезд продолжатся, фирмы будут активно привлекать к административной ответственности. Организациям-нарушителям грозят штрафы до 40 тысяч рублей. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Квалифицированная юридическая помощь стала доступнее для жителей края. Так, около 300 человек в этом году смогли записаться к алтайским нотариусам через госуслуги, то есть не выходя из дома. В 2022 году Министерство цифрового развития России и Федеральная нотариальная палата утвердили дорожную карту. В рамках данного проекта в марте 2023 наш регион вошел в число шести пилотных, где на едином портале государственных и муниципальных услуг запустили сервис записи на прием к нотариусам. Эксперимент оказался удачным и уже через три месяца возможность онлайн-записи появилась у жителей всей страны. В нашем регионе за неполный год ею воспользовалось почти три сотни человек. Среди них немало сельских жителей. Как подчеркивают в Алтайской краевой нотариальной палате, такой способ обращения облегчает людям жизни. Нужно тратить время на дорогу, чтобы записаться на прием. Достаточно зарегистрироваться на портале, найти соответствующую услугу, выбрать регион, нотариальное действие, а также нотариуса, день и время визита. На портале при этом отразится список документов, которые потребуются для приема. Пользователь может сразу прикрепить их копии и отправить на предварительную проверку нотариусу. Если что-то не так, уведомление от нотариуса поступит в личный кабинет. Добавим, к данному сервису подключились все нотариусы Алтайского края. Считанные дни остаются до Нового года, который пройдет под символом зеленого деревянного дракона. Но это по восточному календарю. А вот в зоопарке «Лесная сказка» предложили вспомнить славянские символы Нового года. В следующем сюжете узнаем все подробнее. Это непривычная резиденция Деда Мороза. Это юрта Деда Мороза. Необычный формат уже успели оценить гости парка «Лесная сказка». Так как у нас регион самый ближний – это Казахстан, поэтому решили там заказать юрту. И нам как раз к Новому году, чтобы наши посетители могли чай попить, покушать какие-то сладости. Даже когда новые какие-то посетители приходят, они все дружно встают в хоровод, вводят хоровод, играют с Дедушкой Морозом. Здесь же Дед Мороз рассказывает о славянских символах Нового года. В этом году в зоопарке решили отойти от привычных символов восточного календаря. Так что теперь в ближайшие годы будем праздновать бородатую жабу, жемчужную щуку, крадущуюся лесу. Уходящий год – год огненной лошади, а следующий год темного лося. Свои символы есть и в самом зоопарке – майя и зевс. У этих лосей непростая судьба. Родители убили, сюда их привезли одинокими малышами. Сейчас лоси выросли и стали красивой парой парнокопытных. Год суха. Сух по-старославянски. И поэтому этот год очень такой напряженный, этот год очень мощный, потому что лось – это мощное животное. Поэтому мы надеемся, что вся вот эта мощь 2024 года, она, конечно же, будет направлена на мощь России. Как вам, нравится кормить лося? Очень интересный опыт. Хорошо, что я его встречаю здесь, а не в дикой природе. Вот, видите, как замечательно. А увидеть лося в Барнауле – не такая уж и редкость. Кстати, еще в прошлом году в крае объявили о рекордном количестве лосей. За последние 10 лет их популяция превысила 17 тысяч особей. Животные мигрируют на Алтай за благоприятными условиями. И встретить их можно уже в центре города. Это говорит прежде всего о том, что лось – это уже так бы становится таким своеобразным символом города Барнаула. И надеемся, что год 2024 будет очень благоприятным для нашего замечательного города. А у Зевса и Майи год лося может стать знаменательным. У пары должен появиться первый ребенок. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Росводоканал попросил барнаульцев не смывать салаты в унитаз. Любая еда, которая отправляется в канализацию, может стать причиной засора и испортить новогоднее настроение. Жир оседает на трубах, образуя слой, который как магнит притягивает остатки бумаги, еды и мусора. Специалисты рассказали, что именно на зимних каникулах в городе увеличивается количество вызовов, связанных с засорами. Устраняя их, сотрудники водоканала находят мишуру, игрушки, еловые ветки и не только. Поэтому, чтобы новогодний дух был только в доме, а не в канализации, лучше выбрасывать остатки еды и ненужные вещи в мусорное ведро. Выставка авторских кукол знаменитой бурятской семьи Даши Намдаковых «Ульгер. Сказки и грезы» с аншлагом проходит в Краеведческом музее. Эти куклы изяществом своего исполнения покорили весь мир. Их с удовольствием приобретают многие частные коллекционеры, которые ради организации экспозиции одолжили на время свои статуэтки. Для нашего края выставка стала настоящим подарком. Уникальные куклы привезли в Барнаул в год 200-летия Краеведческого музея. Тему продолжит Дарья Ерошина. Красавицы в лучших своих нарядах, вооруженные кто луком и стрелами, кто веером и музыкальным инструментом, верхом на конях, львах и единорогах. Каждая манит и притягивает к себе своей историей. Авторскую куклу называется. Я когда полистала эту книгу, я поняла, что такое авторская кукла, насколько, как она, на каком они уже уровне. И вот тогда вот Дей вот эту подхватил Даши и предложил, а давайте сделаем мастерскую, семейную мастерскую и будем работать и делать вот эти работы куклы. Творческая встреча с представителями семьи Намдаковы состоялась сразу после открытия выставки. Гости узнали о процессе создания кукол. Их делают из природных материалов, дерева, кожи, натурального волоса и металлов. Иногда смешивают компоненты для пластмассы, так делают головы. Для платьев используют ткани собственной мастерской. На творческую встречу приходили мужчины, которые занимаются куклой-вышивкой. Сегодня мир меняется. И творчество, вот эта тактильность, она не только свойственна девочкам и женщинам, но сегодня это интересно и мужчинам. Я могу обратиться к мужчинам. Если вы хотите лучше узнать женщину, все ее ипостаси и понимать, почему мы иногда себя так ведем, приходите на выставку и увидите нас. Бурятская культура, азиатская и в принципе восточная отличаются особенной близостью человека к природе. Это культура кочевников и скотоводов. Волшебные единороги, мифологические кони, способные подняться в небо. Символы, раскрывающие не только силу всего народа, но и характер конкретной всадницы. Эскиз, конечно, Даши, для нас это, конечно, проще. Его задача, то, что он рисует, мы воплощаем. Но в этом, конечно, мы что-то свое дополняем, опираясь не на знания каких-то мифов, сказок, легенд. Это все, наверное, идет уже как наш уже какой-то вымышленный мир, который мы просто представляем, что было именно так. Здесь можно встретить и бесстрашную озорную воительницу, и застенчивую кокетку, и величественную атаманшу. У девушек хрупкость в очертаниях лица, фигуры и рук сочетается с яркостью деталей в одежде. Наряд куклы, изображающей материнство, выполнен в цветах неба с золотом. И сама она вытянута, как бы соединяя небо с землей. Напоминает Мадонну. Вот эту выставку, по-хорошему, нужно посещать, ну, почти не один раз. На открытии и вообще я предложила каждому посетителю выбрать свою куклу. Почему именно свою? Потому что если это кукла, от которой не хочется-то ходить, значит она ваша. Значит она вам рассказывает о вас самих. На выставке Ульгерс «Казание и грезы» два раза в день в музее проходят в том числе бесплатные экскурсии. Все желающие могут посетить ее до 25 февраля следующего года. Адрес улица Ползунова, 39. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком. И к новостям спорта. В заключительном матче перед новогодними каникулами «Динамо Алтай» выиграл тяжелый поединок у одного из лидеров чемпионата Воронежского «Бурана». В турнирной таблице команды не соседи. Наши ребята вне топ-16, а гости на восьмой позиции. Как складывался поединок столь неравноценных команд, расскажем далее. Завершить первую часть сезона победой и тем самым подарить своим болельщикам хорошее настроение перед новогодними каникулами. Эту задачу хоккеисты «Динамо Алтай» выполнили на все 100%. В соперниках «Грозный Буран» из Воронежа. Они идут на восьмой позиции. Наши вне топ-16. Наперекор всей статистики, именно «Динамо Алтай» первыми открывает счет. Делает это Денис Луцов, что еще раз доказывает – родные стены помогают нашим ребятам. Было тяжеловато нам в плане психологии, потому что предупреждали ребят, что дома «Динамо» начинает всегда очень хорошо, при своей поддержке. Но, тем не менее, в третьем периоде имели очень много возможностей решить все основное время. Но не получилось. Не все получилось и у «Динамо Алтай». Подвели удаления, в которых «Буран» как раз сыграл результативно. Сровнял счет на табло 1-1. Но больше болельщики заброшенных шайб и не увидели. Судьбу матча решили булить. И варнаульцы оказались более точными. Два невынужденных удаления привели гол в нашу ворота. И, конечно, игра сломалась. То есть ты играешь настолько хорошо, насколько позволяет тебе соперник. Соперник перехватил инициативу. Было маленько непросто. Были неплохие моменты во втором периоде, где, наверное, хотелось бы забить гол. Но, видимо, игра шла до забитой шайбы. На такой удачной ноте «Динамо Алтай» уходит на небольшую новогоднюю паузу. Она продлится до 5 января, когда хоккеисты вновь выйдут на лед в матче против «Саратовского кристалла». Надеемся за очередной победой. Дмитрий Дроздов. День с толком. На этом у меня все. Спасибо, что остаетесь с нами. Очередной выпуск нашей программы завтра в это же время. Но я напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok